Всем привет! Кто будет тогда в записи смотреть или кто сейчас подключается. В общем, по вашему голосованию увидела, что тема была интересной с точки зрения 40 с лишним процентов про парфюмерные ингредиенты. Поэтому давайте продолжим с вами диалог про парфюмерные ингредиенты и ноты. Напишите мне кто-то в комментариях, как меня видно-слышно, все ли хорошо со звуком, чтобы я тоже понимала, нормально-ненормально идет. Вот, если что-то не так, то перезайду. Значит, снова, что он за 20-30 минут успеем разобрать, то разберем. Так, 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 парфюмерные ингредиенты. Давайте начнем с базы шоколадной. Начнем первое с шоколадной базы. Чокован она называется. Это самая база шоколада в парфюмерии. Ее, причем, она имеет такое нейтральное звучание, то есть, когда ты ее слушаешь, вдыхаешь, она тебе напоминает, да, такой как бы плитка шоколада, но не молочная и не горькая. Что-то среднее между молочным и горьким шоколадом. В то же время это могут быть какие-то трюфельные конфеты, шоколадная паста типа Нутелла. То есть, в ней есть и даже оттенок вот этого горячего шоколада. То есть, в ней есть такая многогранность, куда можно ее докрутить. И это интересно. Почему? Потому что эту базу можно реально докрутить и сделать из нее нужные аккорды. Аккорд горького шоколада, добавив в ней, допустим, горьких трав каких-то или даже лаванды. Аккорд молочного шоколада, добавив в ней молочные ноты, лактонные оттенки, сливочность, вот это все в главе. Сделав, да, из нее какую-то трюфельную конфету, туда можно уже цветочных нот в сердце добавить, чтобы сделать поплотнее композицию древесинку. И тогда у нас, получается, могут быть разносторонние шоколадные аккорды. Ноты шоколада в парфюмерии, они не суперстойкие, поэтому, когда мы их вводим, важно парфюмерию всегда укреплять, закреплять и простраивать аккорды вертикальные, для того, чтобы, короче, там оно не рассыпалось, потому что иначе ты умерешь, и шоколад быстро уйдет, и как будто бы ничего и не было. Так, следующие ноты смотрим, что мы с вами будем разбирать. Давайте вот это, ой. Нота меда. А, кстати, шоколад, да, это ваза, она синектическая, вот. То есть, понятное дело, шоколад у нас не получает никакого эфирного масла, и к вопросу к такому, да, а плохо или хорошо, да, иметь синтетические ноты в парфюмах, это просто обязательно, если ты делаешь какие-то, например, гурманские ароматы сладкие, что-то интересное на эфирных маслах, ты шоколада никогда не создашь. Вот, поэтому, само собой разумеется, что парфюмер работает, да, с разными ингредиентами, не только с эфирными маслами. Так, значит, мёд, два нота, мёда, мель, бланк, белый мёд. Тоже это база, воссозданная из синтетических тушистых веществ, и мёд бывает разных в парфюмере, бывает более сладкий, более горький, белый, жёлтый, не знаю, как и в пище, да, бывают разные виды сорта мёда, так и в мёд в парфюмере тоже бывает разный. Вот, этот мёд белый, он белый такой больше напоминает мёд акации, ну вот, как будто бы только что цветущие, цветут у нас белые цветы, мы туда в эти цветочки вдыхаем, там эти у нас жёлтенькие тычиночки растут, они такие пушистые, наш нос немножко оставляет вот это вот пыльцовое дыхание. Ярко слышится ощущение пыльцы, белый цветочный, закрою, потому что очень яркая и насыщенная нота, вот, очень яркая. И её вот прям чуть-чуть вводить надо в парфюмерную композицию, нельзя много, иначе всё перекроют, и будет невкусно. И, в общем, да, есть, вот, ну вот я знаю, как создаются на разные базы, конструируются, и в мёде есть как раз оттенок пиона, пионовый, да, вот, фенил, этиловый спирт, нота пиона в парфюмерии, и есть ацетаты, да, нота пиона, ацетат феса, и вот они имеют медовое влучание, очень много, да, вот пионовых оттенков, именно в реконструированной, в осознанной базе ню, да, вот, поэтому красиво, безусловно, это будет сочетаться с цветами любыми, и белыми цветами, и жёлтыми цветами, и розовыми цветами в парфюмерии, и красными, то есть парфюмеры вообще делят цветы на разные группы, вот, и это, когда составляются букеты формулы, парфюмер чётко знает, какого цвета у него букет будет и почему, потому что это тоже важный элемент при простройке аккордов, вот, значит, мед в маленьком количестве вводится, куда его интересно вводить, когда мы вообще делаем сладкие композиции с каким-то восточным дыханием, когда мы что-то ликёрное делаем, может быть, да, вот с оттенками каких-то алкогольных коктейлей, вот, я сейчас говорю, и у меня в голове мысли о пиве, не в плане того, что я его люблю, а в плане вот запахов, потому что в пиве тоже есть такое медовое послевкусие, и вот как раз однажды у меня был такой случай, когда мы разрабатывали отдушку для пива, а для косметики, но девушка хотела вот именно, чтобы было пивное излучание, и вот как раз, да, медовые оттенки, они нехорошо, да, и вот это медовое пивное послевкусие, интересно. То есть с цветами хорошо, с древесными нотами хорошо сочетается, с любой гурманикой тоже хорошо, вообще можно совсем сочетать, даже с свежими нотами. В парфюмерии вообще нет таких правил, что уже ниши в парфюмерии, благодаря сегменту, что нельзя что-то с чем-то сочетать, всегда это вопрос пропорций, всегда это вопрос не парфюмера, а какого-то эстетики, какой-то красоты, как ты это представляешь, поэтому нет такого, что что-то с чем-то и будет плохо, только это путем экспериментов познается. Следующий, значит, ингредиент, давайте посмотрим отсюда. О, у нас тут имбирь, джинджан фре экстракт СО2, это СО2 экстракт имбиря, СО2 экстракт, это особый вид экстрактов, да, кстати, он жидкий, то есть маночка жидкая тут, потому что многие думают, потому что СО2 экстракты, они сухие, они сухие в пищевой промышленности, в парфюмерной промышленности, это жидкие жидкости обычно, либо какие-то пастообразные продукты, ну вот, потому что там технология немножко своя, этого получения, и СО2 экстракт, это сверхкалитическая экстракция углекислого газа, вот, там при определенном давлении, при определенной температуре, когда в УСИП как-то нам обучалась, мы делали СО2 экстракт лаванды, у нас был аппарат, и мы, короче, вот это все прогоняли, и потом исследовали на хроматографе, какие у нас там внутри были душистые вещества и ингредиенты. Это, ну, опасный метод с точки зрения, что это работа под давлением, но, с другой стороны, интересно, интересно, потому что сейчас все больше и больше в парфюмерной промышленности появляется СО2 экстрактов, потому что они отличаются по звучанию от эфирных масел, потому что способ другой, да, угадывается, там, лаванда, там, имбирь, в любом случае, да, ключевые ингредиенты, но вот эти вот полутона, они разные. СО2 экстракт, кстати, еще дороже стоит по стоимости, чем обычные эфирные масла, вот. Итак, значит, СО2 экстракт имбиря, что для него характерно. Я вообще не люблю эфирное масло имбиря, а как бы и парфюмерного качества, и обычного, потому что для меня оно имеет шестовочной характер, и невозможно с ним работать. Любой парфюм, который ты хочешь, эфирное масло имбиря, пусть у парфюмерного качества, он тогда становится просто, как будто ты чсу приготовил, окрошку, не знаю, что там угодно, но это пищевой какой-то продукт, нет там вот этой эстетики красоты парфюмерной. Поэтому имбирь хорош, когда он именно в СО2 экстракте, потому что он свежий, сочный, лимонный, и вообще прям такой очень хрустящий, аппетитный. Поэтому у меня СО2 экстракт имбиря, и мы будем с ним работать, нежели чем с какими-то любыми другими видами имбиря. Что для него характерно? Для него характерно, как сказала уже, цитрусовое дыхание свежести, то есть здесь как будто он напоминает лайм, лимон, мелису, лимонграсс, немножко туда оттенки, немножко цитранеллу даже, такую цитрусовую лимонную траву. Но прямо такое вкрапление идет туда. Потом есть оттенки немножко от линолоолах, такие полу-лавандовые, полу-драгомотовые оттенки. И плюс еще есть то, что характерно для имбиря, это пряное жгучее дыхание, оно тоже есть. Но если оно вообще на масле, оно такое прям, как будто ты слушаешь, отдыхаешь, и тебе кажется, что это приготовленный имбирь, как блюдо, как продукт, такой с кратчинкой темный, как будто бы проваренный, прожаренный, то здесь вот этого оттенка прям совсем чуть-чуть слышится, и поэтому оттенок экстракт, он имеет красивое звучание. Вообще вот прям по нему не скажешь, что это вот, ну, как бы вареный имбирь, это потом очень свежий тонкий кусочек. Поэтому интересно при создании, да, вот этих вот красивых пряных аккордов в аромате, любые, то есть, получается, алкогольные коктейли, алкогольные, да, парфюмерные аккорды тоже можно с помощью имбиря, да, сочетать красиво, потому что в нём есть и лёгкое базилическое дыхание, и вот такая вот перчинка-корчинка, которая тоже зачастую в коктейлях слышится. А вот куда ещё хорошую имбирь? С древесиной очень хорошо сочетается, прямо древесное направление, с кедрю техасским, с сандалом, красивенько будет. Вот, что из него ещё можно создать? Это вообще всё что угодно. Цветам он даёт вот это вот пряное покалывающее ощущение, и в совокупности с другими пряностями тоже хорошо звучит, да, не забеляет одеяло на себя, как обычно эфирное масло делает, а всё-таки очень нежненько входит в композицию. Так, давайте дальше двигаться. Ой, что-то у меня тут крышечка поломалась. Вот тут беда всех вообще производителей, кто сырья, вот они просылают такие крышки, которые со временем начинают трескаться, хоть что бы ты ни делал. Вот. Нота, с которой я знакомлю, это Фильбертон. Фильбертон, вообще впервые я познакомилась с ним в каком-то 12-м, по-моему, или 13-м году. Эта нота меня просто покорила своим звучанием. Я называю это нотой зелёной ореховой кожи. Ну, по-другому никак не могу объяснить. Она у меня есть в аромате номер 10, травма в пустыне, herpes and dessert. Аккорд, очень безумно красивая. И вот я, когда создавала там аккорд из сушеных солнцем трав, я прям знала, что я добавлю фильбертон, чтобы придать вот это вот благородство аккорда, чтобы для травки ещё были с оттенком кожи сухой и немножко вот этих вот ореховый послевкусием. Очень вкусно. Кстати, впервые я с этой нотой познакомилась в аромате вот Пакарабан, Олимпия. Вот там, понятно, цветочный сладкий аромат, но вот если вы его дослушаете, то оно вот такое послевкусие ореховое. Там вот именно через ореховость открывается фильбертон. Но так эта нота сама по себе многогранная, то есть она может и кожаные аспекты подчёркивать, и вот так кожа, и зелёные аспекты, и плюс ещё ореховость в ней есть. В общем, такая интересная для вода. В общем, красиво её и в кожаные направления уводить. Мне она вот чисто представляется в травяном сухом направлении, да, вот как она всё объединяет, собирает уже у нас сено, и трава у нас становится такая более статусной, более такой современной, и той, которую хочется носить на себе. Вот, в общем, классная для работы нота, для вот таких вот украшательств внутри аромата. Давайте дальше. Вот, расскажу про эту ноту, гамма-додеколактон, молочная нота. Мы её изучаем на курсе эксперт-парфюмерии, потому что часто встречается лактонная нота в ароматах. Что для неё характерно? Слушаю, как будто в первый раз, но на самом деле просто уже все ноты на подкорке в голове есть. То есть для неё характерно молочное, сливочное, мягкое звучание, как будто бы ощущение вспененного молочка есть, ощущение какого-то вот такой вот обволакивающего чего-то, как будто бы мускусное, очень мягкое тоже в ней есть. То есть нота на самом деле, её нельзя много водить, если идёшь много, она перекроет всё облучение аромата, можно её умеренно водить. Красиво для построения молочных аккордов. Одной ноты для построения аккорда недостаточно. И вот, допустим, я выстраивала, когда молочный аккорд в аромате номер 21, кедровое молочко, да, там додеколактон есть, сульфуром ещё на прошлый раз изучали. То есть там у меня в аккорд входит, наверное, 7-10 ингредиентов, которые дают тот самый молочный аккорд. Потому что, ну вот, парфюмеры так не выслать, они не вводят один ингредиент. То есть если они хотят получить аромат, не знаю, там, молочной розы, то недостаточно соединить розовое эфирное масло с лактоном, с молочной нотой. Это будет звучать как ароматизатор. Очень плоско, очень примитивно. Поэтому парфюмеры, они выстраивают, да, мостики между двумя нотами, да, как бы усложняют звучание аккорда для того, чтобы он раскрывался в пространстве, во времени, менялся впоследствии. Вот. И для того, чтобы, скажем так, если у нас нота идёт из верхней части пирамиды, и нам хочется, чтобы как шоколад, да, закрепить его звучание, то нам нужно простроить каждый аккорд, аккорд на каждом уровне пирамиды, чтобы у нас было более дичь, и без звучания этой ноты. Ой. Ну и в завершении давайте мы с вами, давайте вот это послушаем еще два петитгрейна. Вот. Петитгрейн мандарина есть, петитгрейн апельсина парагвайского. Ну, давайте с апельсина самого распространённого. Вообще петитгрейн – это недозренный маленький плод в переводе означает. То есть это эфирное масло из плодов незрелого, там, апельсина, мандарина, лимона и так далее, из любого цитруса. И там с апельсованием идут вход и кожура, и семечки, и даже веточки, которые попадают. Ну, тут особый способ, да, получения именно масла, да, из петитгрейна, маленьких плодов. Что характерно для петитгрейна, вот, допустим, апельсиновое эфирное масло и петитгрейна. Апельсиновое эфирное масло, оно звучит как сок апельсиновый, да, очень такой понятный, да, живой апельсин. А петитгрейн, он из-за того, что плод кислее, горчее, маленький, недозрелый, косточки еще есть, веточки еще есть, то, соответственно, масло имеет привкус горчинки, привкус, ощущение как будто бы горький, какой-то горький, терпкий апельсин, как будто туда добавили, знаете, вот, веточек, горечи от дубового мха, от, может быть, даже лавандовые оттенки, я здесь слышу на уши хорошо. Вот, то есть такое вот сочетание, как будто бы между апельсинкой, лавандой и дубовым мхом. Горькое такое, даже ветивер я бы туда добавила, в общем, такое терпкое звучание. Петитгрейн хорошо куда использовать, когда, ну, мы делаем, во-первых, горькое звучание цитрусов, да, и у нас роман такой с горчинкой становится, да, как вы знаете, битерпич от Том Горда, а там горчинка персика, да, такая он самая интересная. Вот, и можно, да, с помощью горьких цитрусов, знаете, горчинки в том числе придавать. Ну, вот, также хорош, когда мы делаем цитрусовый коктейль, да, цитрусовое направление аромата, и вкрапление мы добавляем петитгрейн, и вот уже у нас такое мерцает, объемнее становится цитрусовое звучание. Вот, то есть он, да, это как верхняя нота, но она интересна, да, с точки зрения украшения самого аромата. Конечно, можно на нее акцент сделать, тогда у нас может быть красиво простроится вот это цитрусово-кожаное, цитрусово-древесное направление. Ну, тоже надо там поработать, чтобы были красивые два аккорда, из петитгрейна, допустим, из кедра-техасского. Вот. Так вот. Ну что, на сегодня я вам рассказала про ингредиенты. Надеюсь, было интересно. Буду потихонечку завершать эфир. Тоже дайте мне потом знать в комментариях, нужна вам запись, не нужна. И завтра у нас эфира не будет, потому что завтра у меня будет девичник для тех, кто участвовал в адвент-календаре профимерно. А вот, кто хоть приобрел любой продукт из этого адвент-календаря, мы все вам уже должны быть сегодня, может быть, завтра придет письмо. И в 7 вечера по Москве мы с вами встречаемся на таком девичнике вместе со мной, где будем болтать обо всем, делиться планами и просто хорошо проведем у нас совместный вечер. Вот. Поэтому завтра эфира не будет, а на 27 число я подумаю еще, если там никто не уйдет куда-то в загул и в праздники, то, возможно, сделать прощальный такой предновогодний эфир. Ну, в общем, напишите, нужно ли еще до Нового года эфирчик проводить. Если нужно, то проведу. Все. Целую, обнимаю и приятного вам вечера понедельника. Пока-пока. С Рождеством, кстати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова